Такие мероприятия в филиале Новосибирского строительно-монтажного колледжа не редкость. Конкурс «Случай по профессии» носит статус районного и организован при поддержке отдела молодежной политики администрации Скитимского района. Участие принимают студенты и представители предприятий, чья профессия связана с лаборантским делом. Всего 8 человек. Конкурс состоит из двух частей – теоретической и практической. На теоретической они проверяют свои знания теоретические, которые они получили. Там тестовые задания, они будут отвечать на вопросы. А в практической части они будут выполнять лабораторную работу. И уже там будет наглядный результат, там уже без разницы знают, они теорию не знают. И вот с этих двух оценок будет складываться общий результат. На что будем мы как эксперты обращать внимание? Это, конечно, техника выполнения лабораторной работы. В это входит еще и техника соблюдения правил техники безопасности. Затем правила использования всех химических реактивов, которые у нас задействованы. Практическое задание для всех общее – определить путем химического анализа содержания кристаллизационной воды в хлориде бария. Вначале я замерил пробу на аналитических весах, поставил бюкс на технические весы, засыпал туда навеску, закрыл это все и обратно на аналитические весы, чтобы проверить точно, сколько вес стоит. После чего проба отправляется в специальную печь на два часа. А по истечении этого времени участники вновь замеряют вес вещества, а затем по формуле выводят итоговое значение. Каждого участника жюри оценило по достоинству. Однако звание лучшей по профессии получила и Елена Абрамович. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...